лёшику очень понравились огурцы говорит иди сними как гирлянда большой меньше 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 классно заболел он у нас и не знаю что это клещ или что вот это вот наверное клещ надо чем-то обработать тот нормальный ну тоже ж наверно пока надо чем-то обработать я прям сегодня сейчас чем-нибудь прикупим давай поздороваемся доброе утро дорогие друзья доброе утро всем хорошего денечка хорошего настроения здоровья счастья и любви будьте здоровы и счастливы любви к ближнему лёшик новых брюках ну вот на человека похож ну ладно ты поедешь я ну давай я я так и я поехали мы ой на голове ветер мама дорогая хавася называется у ребята жарко у нас уже с утра жарко 11 11 11 11 11 что ж за жара такая жаркая а ты будешь шуметь мышка моя включай свою шумелку давай а мы мы поехали за крышками ребята дай мне ножичек лишь да хочу попробовать вот эту твою колбасу вкуснятина да цена вкуснятина ну да такая колбаса да вот это кусочек на 500 рублей ну колбаса конечно очень вкусная с обычная колбасой магазине не сравнить это мы покупали на рынке вот у них там вот эта вся колбаса такая вот как фермеры знаете вот у них все вот такое молочка сыр и творог йогурт сметана колбасы мясные вот эти вот продукты и вот все такое знаете как домашний очень 1640 по моему да он сказал килограмм так там батоны лежат вот такие вот вот такие батоны где-то по метру до лёшек такие вот длинная так ладно это ну лёшку купили он попробовал пишут что вы как дети там слышишь что вы делитесь это лёшику это мне ну потому что у всех людей есть свои предпочтения мне больше нравится вот что-то лёшик любит сладости покупаем их для лёшика мне чего-то такого захотелось мне захотелось инжира я купила инжира лёшка попробовал его фу говорит ну в магазине он такой и есть на самом деле он вообще ничего общего с настоящими жиром не имеет вообще форма только до форма а так ничего общего поэтому так и получается что-то для лёшика что-то для меня по моему так в каждой семье да почему мы все должны есть одинаковые продукты нет конечно любую семью возьмите кто-то любит что-то одно кто-то любит что-то другое зачем писать лишь бы только уколоть я даже не сомневаюсь что и в вашей семье точно так же так ладно подошли к артему это мальчик у нас там на рынке вот он горы колбасы рыба там такое сыр масло очень много всяких вкусностей купили опять ливерки такой как мы брали вкусной или нет лиля на улице такая вот вкусненькая вкусная берет собака но ее надо есть вот тут и надо есть класс руки я не помыла ладно сейчас лиля прибежит надо и оставить вкусная колбаска и селёдочку купили давно мы уже покупали такую вот артем был в отпуске там его сестра продавала а у нее не было селёдочка 285 дорого ну филе филе и здесь пол килограмма чистого филе ноги я тебе дам колбаски иди ну иди ай вкусно ну запрыгивай давай вот так умница на тебе колбаски да вкусно моя девочка ты любишь колбаску да любую да ну все все так это то что ливерка по 260 чем-то вы знаете мы брали вот тогда по 345 по моему я брала невкусно мне не понравилось а вот это дешевле и намного вкуснее чем то да ладно купили вот такие кисточки зачем лёша купил 2 я не знаю он думает я буду с ним красить лёшек будут сам красить репка там кисточки вот идут вот так вот по уменьшению репка детка бабка внучка жучка и вот до такой и мышка до такой маленькой придумали да вот это вот две репки почем сто тридцать пять рублей про олифить перила так дальше купила вот такое вот оливковое масло у нас на рынке продается взяла попробовать сколько здесь граммов 500 миллилитров 400 рублей ну говорят что вкусное хорошее масло а то помидоры обожаю помидоры с этими стравками вот этими всеми и с оливковым маслом и гляньте какая бутылочка классно таким горлышком ну такого яркого запаха нет попробуем не знаю как попробовать у меня руки ну пахнет немножко с этой светочкой но обычно такой вот аромат более выраженный так но тут все написано премиум экстра виржин олив ойл по-русски ничего не написано греческими букв греция наверно греческими буквами написано ну попробуем попробуем премиум ладно попробую потом скажу бутылка классная да можно бутыл эту бутылочку маслица наливать вот потом 400 рублей это у нас на рынке там продают вот это вот там орехи такое вот ароматное подсолнечное масло вот и вот это я давно на него уже смотрела ну вот взяла так в пятерке взяли сливы пошли в пятерку пешком ходили от рынка сегодня рынок у нас четверг пошли за луком лука взяли лук подешевел на 1 рубль был 50 рублей вот сейчас 48 99 и взяли эти сливки вот такие обычные сливки блин а чек я куда-нибудь взяла я чек не взяла а взяла вот он так значит сейчас скажу слива 115 рублей дорого и бутылочку кока-колы взяла себе 05 так захотелось кока-колы попить по безобразничать 68 рублей и лук лук 48 99 вот все что мы взяли на 300 352 рубля 39 рублей скидка вот такая сливка слива сезонная слива сезонная взяла крышек потому что крышки у меня закончились с дополнительным покрытием устойчивым к агрессивной среде крышки взяла средние по цене 250 там даже по моему по 200 были это по 300 маранда такие вот но это верхняя крышечка только с рисуночком а остальные вот такие вот вот желтенькие такие вот и и тут и тут желтенькие 300 рублей 50 штук потому что закрывала рассольник и нужны были крышки а у меня закончились понедельник не поехали на рынок вот и не купили крышек у меня пришлось искать банки все с закрутками ну хорошо выход нашли и здесь лёшек еще купил убийцу карася убийца карася так и называется какие-то снасти тут чтобы вы думали так он и написано убийца карася лёшек теперь собирается на рыбалку все есть у лёшека мотивация новая удочка классная и ручка спасибо моя дорогая спасибо вот это вот все наши покупочки все так вот проездили а сегодня у меня праздник девочки сегодня у меня такой праздник немножко грустный немножко такой радостный сегодня день рождения у илоны моей дочери да ей исполнилось 32 года но она у меня маленькая вот такая вот метр сорок восемь рост и вес там в ней наверно килограмм двадцать пять мне сейчас хоть немножко чуть поправилась может двадцать семь килограмм не на самом деле ну килограмм тридцать может не больше бараний вес маленькая такая она у меня родилась 45 сантиметров и 33 400 ну толстенькая такая ну не то что толстенькая нормально родилась 22 августа девочка моя долгожданная очень мне хотелось девочку да у меня было два сына и мне очень хотелось девочку я знаете как хочется хуже чем болит родила девочка пекло на улице можете ее поздравить на канале у нее есть свой канал эти очень вкусный канал называется очень вкусный канал кулинарный и канал кстати вот там кто смотрел раньше сашку нашего она там выставила уже два видео у сашки послезавтра день рождения вот сегодня я ей звонила мы слишком ее поздравили вчера она звонила лёшика поздравила сегодня мы позвонили и и поздравили говорит сашку отвела в садик говорит пойду сейчас за подарками ему так что говорю ну ты же снимешь видео будет с распаковкой подарков сашка будет распаковывать ну конечно но я всегда делюсь этим видео в одноклассниках на фейсбуке делюсь вот так что если интересно вам посмотрите вот такие дела они не знаю я просила ее чтобы она на своем канале написала ссылочку дала на сашкин канал не знаю потому что его канал еще он очень маленький канал внука моего и его youtube не показывает пока вот в поиске в общем именинники у нас один за задним один за одним заименинилась так что так до поминаю после узи я когда пошла на узи я не когда сказали что девочка я больше ничего не слышала я летела я ушла с работы отпросилась на узи работала тогда в магазине хозяйственном я летела на работу окрыленная такая девочка девочка прибежала там двое еще продавцов было в этом магазине боже столько радости они так рады были за меня девчата да и вот как сейчас помню тот момент когда мне ее показали первый раз как сейчас помню вообще помню первый раз как мне приносили всех детей когда они выросли когда они успели вырасти а я не знаю они растут а мы стареем грустненько поэтому немножко и грустно да да и девочки моей уже 32 года мама дорогая недавно вот кувыркалась пять лет ей было она у меня на коленях кувыркалась она же всю жизнь вот такая маленькая же юркая она родилась в год в год обезьяны и вот она точно как мартышка точно она такая непоседливая такая вот вся мы ее называли мартышкой долго называли мартышкой потому что она и была как мартышка маленькая такая быстрая шебутная ну есть как мартышка была верхней сейчас уже конечно взрослая женщина когда как хотя на нее женщина никак нельзя сказать она как девочка как подросток ладно все ладно так что нам надо что у меня в планах в планах у меня сварить супчик сейчас побыстричку пойдем на веранду до на террасу пойдем вот там уже тенечек вот супчик хочу сварить рыбный из консервы легенький такой вот брошу картошечку консерву зеленушку лучок вот и и все больше ничего мы вот с лёшиком все лето как-то вот едим супы в общем-то на воде в основном не на бульоне потому что не хочется как-то такого хочется чего-то легенького похлебать похлебать вот так вот даже сварю брошу две-три картошки чтобы он был жиденький жиденький такой далёжик да 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 ладно на снасти свои забирай все раздеваюсь и начинаю работать попробую масло сейчас нарежу помидор посыплю травками сырик а еще вот так и маслица а и листочек базилика и с маслицем оливковым ладно все